О том памятнике основателям самбо, который недавно открылся, это наука побеждать. Но я бы хотел добавить, мы же не просто так сидим для того, чтобы потрещать, но мы хотели бы еще своим вкладом внести частичку в тот путь, по которому могут пойти человек, по пути единоборств. Я бы добавил, что не просто наука побеждать должна быть борьба самбо, а обязательно побеждать чисто. Чистая победа должна быть в прямом и переносном смысле. То есть по очкам и по чистоте. Ты знаешь, у меня здесь именно фигуральный смысл, больше я преследую, то есть наука чисто побеждать. То, что сейчас мы видим, о чем говорил Андрей, это да, это победы, но они все грязные победы. И помнишь фильм «Непобедимый»? Помнишь, там была схватка такая, и говорит, да он грязный борец. Вот грязного борца нельзя ставить руководителем ни фирмы, ни страны, ни города, ни области, ничего. Только чистая победа, чистая победа, да, то есть тот человек, который получает приз за не просто волю к победе, а за уважение к сопернику, уважение. И вот я еще хотел бы подчеркнуть, да, что такое страна? Что такое страна? Это банальность, но эта банальность глубоко сидит во мне. Страна, хоть и она самая большая, да, это те люди, которые здесь живут. Вот представь страну без единого человека. Ну тогда не называется страна. Это пустыня, это территория. Это территория, на которой там можно и цветочек посадить, а можно и кучу наложить. Это не страна. А вот результат, результат должен измеряться в улыбке и в счастье людей, да. И наша короткая жизнь, наша короткая жизнь, она просто может быть средством исчисления, средством исчисления, ну как бы счастья на земле, на этой, в этой стране. Вот ты зашел миллион человек, ты вышел, там, условно говоря, полтора миллиона человек. Ведь у нас, как ни крути, сейчас в современном мире есть возможность уехать из страны. У нас есть возможность родить не одного ребенка, а двоих и троих. У нас есть возможность привлечь в нашу страну тех людей, которые привлечены тем счастьем, которое испытывают жители этой страны. И что мы видим? Что мы видим? Мы видим, что из нашей страны все бегут, в нашей стране все мрут, в нашей стране все отсутствие возможностей и счастья пьют, колются и курят. И не хотят жить долго, осмысленно, созидательно в нашей стране. А ты думаешь, что, как говорится, здесь неуместна поговорка, что спасение утопающих дело у рук самих утопающих? Дело в том, что если нашу страну жители этой страны воспринимают как место для утопания, то за это ответственен первое лицо. Прямая ответственность. Первого, второго, третьего, двадцать пятого и так по убыванию. То есть, если твою страну, где ты родился, да, тебе дана священная жизнь, и ты в результате, как бы, ты начал взрослым человеком быть, ты осмысел, что это место для утопания, и здесь надо бы, как бы, не утопнуть, а иначе, если ты чуть-чуть расслаблен дашь, ты утопнешь. То что за страна эта? Чем можно здесь гордиться? Чем можно гордиться первому лицу? Что у тебя люди здесь как волки друг к другу? Нет, брат. Тем, что он создал этот омут, в котором... Нет, брат, ты перепутал пятиминутную схватку с двадцатилетним застоем. Ты перепутал. Понимаешь? Ты перепутал аспект силы с аспектом уважения, который ты должен проявлять, и всю свою силу направлять на повышение уровня уважения людей друг к другу. Да? То есть, получается, что ты из человека, который мог превратиться в великого чистого царя, превратился в великого сильного демона. Узурпатор. Узурпатор. Ну, смотри. За одну секунду. Ваша ремарка, я продлю немножко тему, которую... А потом мы идем париться. Да, потом будем париться. Вот о грязных борцах. О грязных борцах там, да? Да, борцах грязных. Он всегда совершенно справедливый. Они есть, они были всегда, есть и будут. Больше того, я сказал, я бескорую сказать, что они нужны. Они нужны вот в этой самой сфере ФСБ. Вот они там должны сидеть и не высовываться оттуда. На них возложена определенная миссия, там, да? Она, эта миссия, нужна любой сильной державе. И ради бога. Но высовываться оттуда, из этой своей среды, они не должны. Ты понимаешь? Мы же получили эффект, когда оттуда какого-то подпола выдернули. И вот этот подпол теперь... Спускай они. Причем они там, если им нужно, для поддержания своего я, там, да, создать некие там романтические ореолы вокруг этой службы, там, да, там, рыцарь влащая кинжала, там, нелегальные там разведчики, охеренные. Аспект уважения должен быть везде. Да, понимаешь? Вот они, ну, там, их методы, их методы работы, методы борьбы, там, да, они, они, попросту говоря, они сущие, да? Ну, подожди. Вот они в этом, в этом концентрированном виде, они в этой концентрированной части, ячейке государства должны, но афишировать свою вот эту сущность, они не должны. И это вторая ошибка, ты понимаешь? Когда 10 лет назад, там, около 10 лет назад, Вова начал всех людей в погонах расставлять на государственные должности, да? И вот мы как раз и получили, и пошел этот процесс там, да, во-первых, это дискриминация. Во-первых, если ты выдергиваешь людей в погонах и расставляешь их на те должности, о которых они понятия не имеют, но они тебе преданно, как преданные псы, преданно смотрят в глаза. И только по этому качеству ты их ставишь управлять страной, да? Это неправильно. Вот они себя и показали. Последние 10 лет это и показало, понимаешь? Отсюда и появились полковники Захарченко и прочие сущие племя, понимаешь, которые породила вот эта вот тенденция. Вот он решил так, что людей в погонах надо расставить, и раз они преданно смотрят в глаза и виляют хвостом. Так это результат влияния самбо и дзюдона человека? Вот таких экземпляров, как он, в этот вид спорта вообще допускать нельзя, понимаешь? Это, это, как бывает, как инвалиды, как люди ущербные, как с психикой, которая воспринимает все неадекватно. И потом эта психика начинает себя проявлять, какой-то вот такой вот уродливой деятельностью. Вот если их одопускать, то их надо обучить этому мастерству и оставить действовать в рамках специальных служб. Все! Они должны быть закрыты в этом объеме и функционировать только там. Есть ли они в состоянии, выйдя из этой среды, дома вести себя в семье, вести, как обычные люди, и не выносить из своей этой избы замкнутый этот сорт, и не перекладывать его на своих близких, на своих семей, и ради Бога. Все! Больше от них ничего не требуется. Делайте свое дело, пользуйтесь благами, но живите в этом замкнутом объеме. И свою сущую психологию, сущую натуру и сущую свою атмосферу на общество вы распространять не должны. Это абсолютно... А он выпустил этого джина из бутылки. Все, пойдем париться. Пошли. Третья часть. За горами.